итак дорогие друзья я вас приветствую на своем youtube канале владислав дудухчанов сегодня мы поговорим про работающие паттерны в трейдинге что действительно в поведении у людей повторяется и это выражается на графике в свечках объема и так далее видео будет коротким информативным полезным и в нем будет сфокусирована сама суть поэтому давайте не терять ни секундочки переходим графику и так давайте разберем вот допустим день 14 июля 2023 года инструмент спай и так работающие модели давайте здесь я начерчу который мне нравится и который я использую работающие паттерны это следующее можете записать себе так далее да это значит бычий флаг это когда у нас происходит какой то импульс есть у нас двойное дно и затем инструмент устремляется дальше это паттерн называется продолжение тренда как правило меряется вот этот флаг штопор и уже отмеряется либо от этого дна либо от этого дна как вероятные цели это первый есть вариант бычьего флага также бычий флаг бывает когда достаточно низкая волатильность в следующей вариации также происходит импульс затем у нас раз получается одно может быть чуть порасти 2 получается но и бывает как третье одно может быть даже как ложный пробой и затем медленно медленно как-то устремляется вот так наверх это тоже бычий флаг но слабой вариации здесь происходит у нас следующий значит паттерн паттерн называется три толчка когда у нас есть раз толчок два толчок и третий толчок лучше всего для импульса ложный то есть он пробил и выкупили здесь быстро как ложный пробой да почему лучше ложный потому что все импульсы всегда начинаются с тренда бывает паттерн три толчка что этот третий толчок он обязательно должен быть ниже предыдущего до чтобы он зафиксирован был как 3 если он чуть выше это не третий толчок это первое и второе может быть ниже но он ударился только в линию например или чуть чуть выше линии и это тоже три толчка это тоже может быть разворотом но не настолько сильно важно понимать что лучше увидеть ложный пробой в третьем толчке потому что это ложный пробой а все импульсы всегда начинают сложного пробоя условно с захвата так называемой ликвидности до выноса всех стопов так называем это две вариации значит медвежьего флага более яркой и более сильно здесь смысл тот же также рассчитываются флаг штопор и примерно от самого минимального вычерпываем вероятно что здесь у нас есть какой-то уровень да просто цена в него вперлась кто-то продает на этом уровне до какой-нибудь крупный капитал и здесь мы не можем его пробить под накопили пробили здесь уже пробуем его виде поддержки здесь было сопротивление здесь виде поддержки это касаемо бычьих флагов это что действительно работает но вы не должны искать тупо бычий флаг на графике или сейчас другие паттерны которые я покажу у вас должно все работать в совокупе то есть это просто модель которая подсказывает что вероятно здесь движение но вы должны принять решение о входе сделку чтобы вам все четыре основных критерия сказали да тренды сказали да вы были на тренде до восходящий тренд значит к сделке восходящем тренде далее это то что у нас price action горяда сигнальные бары мощные допустим вот в бычьем флаге вот это двойное дно оба бары там должны быть сигнальными мощными третье это у нас должен быть уровень какой-то до мощный либо уровень поддержки либо сопротивление в данном случае допустим мы от мощного уровня поддержки отлетели и там уже какой-то локальный тестируем повыше уровень чтобы бычий флаг и поехать дальше и 4 это объем и объемы должны сопровождаться с движением цены а также вот все эти видео у меня есть я не будущее заострять внимание но если вы назад посмотрите вам посмотрите предыдущие перед этим ролики важные про объемы про тренды трендовой линии про price action и про уровни сопротивления поддержки это все что нужно знать сегодня я рассказываю про именно паттерны вот это все тут уже даже 5 критериев но паттерна это не доступны настолько как критерий просто если вы это видите вы предполагаете что это такое может быть те критерии намного мощнее вот если вы это все вместе как солянку собираете только тогда это у вас работает 80 процентной вероятности более чем 50 процентов сто процентов ничего не может рынок может все что угодно сделать но из-за того что у вас больше вероятность из 10 сделок у вас каждая сделка по 80 процентов вероятности значит у вас будет 8 сделок плюс 2 минус из этих 8 сделок плюс каждая по плюс условно 30 процентов прибыли а каждый минус по минус 10 процентов убытка как прибыль 3 к 1 до 3 прибыли или минус 1 риск то получается 3 умножить на 8 это 240 процентов прибыли и минус 2 стопика минус 20 процентов убытка в совокупности за 10 сделок у нас 220 процентов прибыли на вложенную сумму или если вы в каждый там сделал выходе по 1000 долларов то через 10 сделок у вас плюс 1200 долларов все вот 2 2 вариация противообратная бычьим флагом это медвежий флаг тоже самое импульс двойная вершина и продолжение бывает как такая вариация бывает также когда достаточно низкая волатильность вариация следующая до виде трех толчков где третий ложный и вот так тоже медленно и уходит как-то вот это две вариации более мощный тренд более слабый тренд но принцип один и тот же да здесь также паттерн три толчка где 3 там ложный происходит да и вот он выкупают и точнее на нем продают инструментом устремляется это действительно паттерны работающие и также это что мне нравится это вот флаги что действительно работает это поведенческая модель у людей повторяется как я уже сказал это значит три толчка это допустим инструмент растет откатывается растет откатывается растет здесь там ложный пробой 1 2 как медвежий флаг с двойной вершиной и начинает падение в данном случае это был паттерн три толчка это если мы видим что у нас здесь были сигнальные бары они рушатся но инструмент все равно пытается вверх идти то есть их стопы выбивают вот вот данный паттерн также работает это уже если флаги на продолжение то три толчка являются более разворотной конструкции вот именно на развороте хочется увидеть три толчка где допустим допустим вот здесь был сигнальный бар или вот здесь был сигнальный бар допустим или вот тут был сигнальный бар его минимум прорезали но здесь условно из вот этих двойных вершин делают как раз и двойную вершину чтобы уходить разворачиваться и вот здесь у нас допустим бары уменьшались в размерах объемы при этом прирастали это отличная тема для кульминации то же самое одинаково с разворотом если инструмент падает так давайте уберем чтобы не мешало глаза то есть ровно прямо противоположно если инструмент падает до куда-то отрастает потом еще падает отрастает потом еще падает отрастает здесь двойное дно и как-то устремляется наверх то в данном случае тоже был паттерн 3 . где 3 там ложный очень редко но когда прям вообще дико волатильный рынок ой дико не волатильный рынок бывает вот третий толчок все такие думают о ну сейчас там развернется редко редко бывает вот такой чуть-чуть 4 и медленно еле-еле без откат на идет да значит просто волатильности никакой нету но вот принцип это работает так это действительно что работает это именно при разворотах или продолжение тренда также важно понимать что бывает еще такой тоже паттерн это ложный финальный флаг это допустим здесь есть флажок какой-то да и потом инструмент растет но потом у него рост какой-то не получается и здесь допустим три толчка он делает и разворачивается да то есть произошел рост вроде бычий флаг вроде росли тут возможно какая-то слабость но если на большом таймфрейме посмотреть то это ложный финальный флаг когда есть бычий флаг проходит и далее выбивают выбивают и его минимум идут куда-то дальше даже в основании бьют вот основные паттерны которые в принципе работают открываем день 14 июля наблюдаем здесь все это смотрим и так смотрим до этого инструмент рос и у нас показывают какой-то значит импульс да вот от какого-то предыдущего тут уровня импульс у которого там раз два три ну тоже по сути как но это не совсем три толчка был это можно расценить как ну просто какая-то консолидация вероятно но вроде как какой-то корявый бычий флаг возможно до инструмент далее уходит наверх и здесь видим если на макро таком уровне то по сути как ложный финальный флаг вышли вышли и потом развернулись то есть это все уже говорит что вероятность разворота есть до ложный финальный флаг более на большом таймфрейме но однако в данном случае в данном дне медведи больше чем быков присутствует и есть для этого картина для разворота как видел там ложного финального флага и пробития каких-то минимумов какой-то вот поддержки которые здесь удерживали не без закрепления пробития но однако вы нас ее есть и а говорит о слабости быков это первое вторая вариация как я вам уже сказал паттер 3 . видим раз удар два удар третий удар ложный разворот в данном случае был мощный сигнальный бар его минимум пробел резали стопы это уже горит о слабости быков поэтому этот сигнальный бар вероятно что также будет ловушкой являться здесь на заходе также входили в шорт но я с вот такой вершины ну заходить не люблю пусть он нормально развернется нормально хотя здесь кульминационные действия были бары уменьшаются объемы растут это уже кульминация здесь у нас бар есть и с большим объемом так предыдущий бар очень огромный с маленьким объем к это аномалия поэтому заранее звоночки здесь уже кульминация поехали вниз далее мы поехали вниз мы понимаем после кульминации минимум две ноги если это было раз нога минимум стоит ожидать вторую ногу вот он происходит откат откат как я вам показывал да это из-за того что низкая волатильность здесь там три толчка слабенько еленько опять же низкая волатильность раз ударчик два ударчик 3 ложный красный вот этой линии примерно это происходит где-то по фибоначчи на 05 на 06 у меня вот здесь по 06 по фибоначчи вот стоит линия до за ней мы не закрылись 05 пытались ложные сделали пробой вниз данный ложный пробой на минимальном объеме подсказывает что готовы ронять здесь нет медведей и поэтому они загоняют 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 и здесь делают разворот вот вход здесь даже если в этот вход про спали дожидаться отката опять же сигнальный бар типа круто мощный сигнальный бар есть его прорезают и вот получается дальше мы также входим на продолжение то есть вот даже вот эту вот грубо говоря сделочку там виде скальпа мы также забираем либо же я уже сказал что здесь вот она стандартная сделка 028 до вот это что происходит также здесь мы видим так как это флаг штопор вероятно что в слабом тренде это слабой волатильности это медвежий флаг раз наша цель этот минимум пробить потому что после кульминации минимум должны минимум две ноги быть вот эту ножку пробить вот мы и пробили но вероятно вторая нога вторая нога просто из двух этапов состоит 1 2 все паттерны здесь на лицо медвежий флаг до 3 толчка и так далее если мы обратные паттерны посмотрим так называемые бычи дата видим что здесь импульс разно 2 1 и инструмент уезжает не обязательно что второе может быть выше чуть либо может быть ниже это не особо принципиально да именно в данном случае почему здесь начал происходить разворот здесь мы видим что в клин заходят чаще всего вот три толчка лучше чтобы они в клин какой-то заходили видно что идет сужение то есть клин некие клины это также являются разворотами если клин восходящий то это разворот на вниз если клин нисходящий то это также может разворот наверх в данном случае увидеть паттерн три толчка мы видим 1 2 3 даже тут 45 можно так расценить а можно расценить с открытия как 1 2 и 3 в общем здесь какая-то слабость однозначно идет поэтому дожидаться пробития какого-то отката далее видим тут сигнальный мощный бар на его стопах и можно входить да вот за него стоп либо ну вот здесь 0 12 топ ну либо можно за него стоп мощный удар и здесь происходит мощный дам я здесь вставал и вот здесь я начал выходить вот поэтому здесь как-то так на самом деле я начинал вставать вот здесь это другая моя сделка была чуть раньше здесь здесь я просто увидел следующее что было тут некая кульминация есть сигнальные бары наверху это всегда ложно делится здесь сигнальный бар прошибли это ложно делаются уже в третьей или в четвертой волне раз два три четвертая волна ложная по волна мэллета да видим здесь идет ее как ложный пробой пробитие вот этих минимумов уже означает а сделки плюс здесь бар есть этот бар поменьше объем растет кульминации после кульминации ожидаем вероятный разворот то есть либо здесь вставать понятно здесь прошибают уверенно остаемся либо вот здесь видим объемчики начинают расти все хорошо сейчас сигнальный бар пробьют либо уверенно когда его пробивают и вставать дальше сделку вот что действительно работает именно с точки зрения паттерна бычьи медвежьи флаги посмотрите все на этом растет на бычьих медвежьих флаг да то есть у нас здесь инструмент как-то корректировался у нас здесь есть раз два дно волна раз два дно волна здесь уже ложный финальный флаг разворот и здесь уже пошло раз-два как кульминация либо это раз два три 4 ложные раз-два это весь цикл импульс импульсная волна то есть трендовая волна элита и коррекционная волна элита то есть вот это важно волны тоже также применять для анализа просто понимание и также бычьи медвежьи флаги и 3 . тоже для анализа и понимания что куда может идти ну и клины вот это все что работает а вот это всякие тут треугольники они могут расторговаться абсолютно в разные стороны они не такие так сказать уверенные или какие еще есть паттерны там не знаю паттерн чаша с ручкой тоже да вот смотрите еще паттерн есть голова с плечами 80 процентов случаев как раз таки на плече не будет как голова с плечами отрабатываться кто знает тот знаю да ну давайте найдем вкратце вкратце голову с плечами чтобы это доказать смотрим в принципе что здесь есть до типа по плечо до голова ну здесь это конечно грязно давайте более красиво найдем более красиво так 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 здесь я не вижу ее тоже не вижу ее ну вот в данном случае есть плечо как таково вот росли корректировалась голова и вот тут еще одно плечо есть линия так сказать тоже вниз чтобы пробить но чаще всего он является как раз таки ну и тут просто грязный паттерн но есть я просто не вижу просто и более яркого то есть чаще всего вот так же да есть грубо говоря вот здесь некая типа аля поддержка типа аля поддержка же здесь есть да вот видно да тут ложный пробой был но у нас здесь есть плечо голова плечо как видите он ложный далее уходит 80 процентов случаев это паттерн должен работать вот так но он является ложным как раз таки на них ловят хомяков и так я думаю достаточно пользу вы прям очень мощно получили обязательно ставим лайк данному видео подписываемся со следующих видео я начну объявлять розыгрыши разыгрывать хороший денежный приз если вы будете оставлять комментарий поэтому просто напишите тематические комментарии в дальнейшем я расскажу как будут осуществляться у нас розыгрыш и они у нас будут постоянно поэтому для вас это ничего не стоит а также можете в принципе выиграть денежку чтобы например также инвестировать или в принципе потратиться там на себя и купить что-то себе приятное поэтому обязательно пишем комментарии мне приятно вам полезно я всегда на все комментарии отвечают только я и обязательно всем помогу всем большое спасибо до скорых встреч пока пока подписываемся на канал ставим лайк и пишем в комментариях чтобы вы еще хотели увидеть до встречи в следующем видео пока